Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санджак, я визажист, работаю визажистом мне уже более 25 лет. И на своем канале я рассказываю про искусство красоты и помогаю женщинам почувствовать себя красивой, потому что я уверена, что каждая красавица просто нужно знать некоторые нюансы, как это можно выигрышно подчеркнуть. И сегодня я хотела бы поговорить про цвет. Очень часто задают мне вопрос по поводу того, как подобрать помаду, румяна или тени. Или, Жанна, подскажите, что из одежды надо носить или какой цвет волос выбрать. То есть очень многие не могут сориентироваться в том, что такое теплое, что такое холодное и вообще по какому принципу подбирать цвет. Есть теория цветотипа, если я зима, то тогда мне нужно все холодное. Если я осень, значит все теплое. Но бывает так, что ты не поймешь, а цвет-то это какой? Он холодный или теплый? Есть, конечно, классическое понимание теплого и холодного. Это что? Это все, что желтенькое, оранжевенькое, красное, зеленое. Это все теплое. А если это синее, голубое, фиолетовое, значит это холодное. Ну, в общем, да, есть такая теория. Но при этом теплые и холодные цвета могут быть в определенный момент. Они теплые, а потом вдруг стали холодные. Как это происходит? Значит, есть вот такой вот цветовой круг. Я думаю, что многие знают про этот цветовой круг. Его можно найти в интернете, себе скачать. Кстати, это будет очень удобно, если вам нужно всегда помнить, какие цвета как работают. И вот если мы разделим круг пополам, здесь как раз и будет вот эта теория теплых и холодных. То есть вот, пожалуйста, все зелененькое, оранжевое, желтое, красное – это теплое. И, соответственно, фиолетовое, синее и вот малиновое – это будет холодное. Значит, как получается так, что цвет может быть и теплым, и холодным? Все зависит от того, какая будет вокруг него атмосфера. Атмосфера – это включается, вот честно говоря, абсолютно все. Это цвет вашей стен в комнате, это волосы, это одежда. И волосы могут поменять цвет в зависимости от того, что вы выбираете по цвету в одежде. Цвет кожи меняется от того, какой цвет одежды вы выбираете. Потому что есть цвета, которые как нейтральные. Например, наша кожа, она считается как нейтральной. То есть это бежевый цвет. И как раз бежевый цвет очень сильно поддается вот этому симультанному контрасту. Не буду забивать голову, если очень хочется, прогуглите. Симультанный контраст – это когда цвет на себе отражает противоположные цвета. Скажите, Жанна, что это же, о чем вы говорите? Сейчас, две секунды. Смотрите, вот когда мы берем цветовой круг, есть в цветовом круге противоположные цвета. Например, вот перед вами цвет желтый. Напротив желтого находится фиолетовый. Вот желтый и фиолетовый – это два цвета, которые называются противоположные, дополняющие. И когда они находятся вместе, рядышком, они друг друга усиливают. Вот смотрите, допустим, вы решили стать блондинкой, или вы блондинка, и вам хочется сделать цвет волос более холодный. Вы пришли в салон, сделали окрашивание, вам тонировали волосы там какой-то розовато-голубоватый потон, чтобы был отлив прямо вот жемчужно-белый, никакой желтизны. Потом приходите в магазин и выбираете красивую блузу, шафик фиолетового цвета. А фиолетовый цвет – это противоположный цвет желтому. И что он делает? То есть он в соседних цветах будет усиливать желтый пигмент. Если вы наденете в одежде цвета фиолетовые, синие, голубые, то у вас цвет волос будет смотреться более желтым. И все ваши старания по поводу того, чтобы сделать цвет волос более холодным, они просто исчезнут. И вы скажете, мастер плохо меня покрасил. Приведу пример. Посмотрите, какой красивый голубой цвет. Даже у него название, вот на карточках этих есть название, написано «Небесный». «Небесный», «Великолепный». Вот у вас, представьте, вот такие вот красивые голубые глаза. Вы думаете, надо бы мне пойти купить голубой карандаш. Пришли в магазин, посмотрели и выбрали голубой карандаш. Накрасили глаза и что может получиться? А может получиться, что у вас глаза стали зеленого цвета, точнее стали более такие, как бы, знаете, блеклые, не такие выразительные. А происходит это вот таким образом. Смотрите, если рядышком с вашим красивым голубым цветом глаз вы красите голубые, синие, сине-фиолетовые тени, обратите внимание, как ваш цвет глаз может уйти просто на второй план и стать каким-то грязненько-зеленым, блеклым, невзрачным. Вот он, вот этот был красивый голубой, вот он небесный цвет. Посмотрите, как здесь он смотрится некрасиво. Почему он вдруг стал такой некрасивый? Потому что рядом есть цвета, которые более холодные. Соответственно, если вы хотите усилить свой цвет глаз, вот он, ваш небесный, то выбирая цветовую гамму макияжа, теплую, вы усиливаете свой природный цвет глаз, и он смотрится ярче. Все цвета, они реагируют на соседние цвета. Поэтому один и тот же цвет, он не может быть однозначно или теплый, или холодный. Все будет зависеть от того, какой фон. По поводу фона, это имеется в виду все, что находится в данном случае в зоне портрета. Каждый цвет может быть как теплый, так и холодный. Наверняка вы скажете, Жанна, ну оранжевый же точно теплый, или фиолетовый точно холодный. А вот и нет. И оранжевый может быть как теплый, так и холодный. И фиолетовый, как теплый, так и холодный. Вообще, любой цвет может быть и теплый, и холодный. Давайте посмотрим на цветовую схему. Оранжевый теплый, это будет оранжевый, который ближе к красному. Вот. Оранжевый холодный, это оранжевый, который ближе к желтому и более высветленный. Вот видите, вот эти цвета, они светлые. Поэтому если мы говорим про оранжевый теплый, про оранжевый холодный, то из этих двух оранжевых, вот эта палитра будет холоднее, чем оранжевая вот эта палитра. То есть получается, что вот этот цвет более теплый по сравнению с этим цветом. Возьмем фиолетовый. Если мы возьмем фиолетово-красный, это будет более теплая гамма. А если мы возьмем фиолетовый ближе к синему, это будет фиолетовый холодный. С зеленым, я думаю, что нет никаких вопросов. Зеленый, который ближе к синему, это будет зеленый холодный, как раз цвет морской волны. А зеленый, который ближе к желтому, это будет зеленый теплый. Вот. И получается, что нету однозначно теплого или холодного цвета. И все это будет зависеть от цветового фона или цветовой среды. И как раз именно наша внешность, это сочетание разных цветов. Когда мы выбираем декоративную косметику, помаду или одежду, нам нужно всегда помнить, какой цвет я хочу усилить. Что значит усилить? Смотрим на свою красоту. Какие у вас по цвету глаза? Если у вас глаза голубые, то вы тогда выбираете для усиления цвета глаз не голубой карандаш, а, например, палитру более теплую. Это будет такая красно-коричнево-оранжевая. Это бронзеры теплые создают эффект кожи. Это румяна коралловые, персиковые. Это тени, которые с теплым пигментом. Все, ваши глаза будут яркие, сочные. Если, например, вам нужно в волосах усилить холодные пигменты, вы красите волосы и добавляете туда как раз оттеночные какие-то цвета, которые будут сохранять этот холодный пигмент. Значит, если вы хотите, чтобы волосы остались холодные, то тогда это получается что? Какая палитра? Вот она холодная, да? Если вы будете, например, в макияже использовать теплую палитру, то тогда теплая палитра – это не просто тени золотые накрасть, это в большей степени как раз цвет лица. Если вы общий тон кожи сделаете теплый, то у вас волосы будут казаться холоднее. Если вы в одежде выберете цвета больше теплые, то у вас волосы будут казаться холоднее. И наоборот. Если вы будете выбирать цвета более холодные, то тогда волосы, например, тем более, если вы блондинка, если вам не нравится ваш песочный, соломенный цвет, то любая холодная гамма в одежде будет усиливать теплый пигмент в волосах. То есть мы с помощью цвета можем усилить свои достоинства, но и также мы можем скорректировать, чтобы не было ярко выражено каких-то недостатков. Например, кожа имеет красный пигмент, то есть она у вас, например, допустим, с воспалением, чувствительная. И чтобы лицо не смотрелось красным, то желательно как раз использовать красно-розовую помаду или в одежде, или украшении. Если будет более насыщенный, именно более насыщенный цвет, то тогда этот цвет на себя возьмет яркость, и ваш цвет кожи будет смотреться более ровным и более здоровым. Таким образом, как бы помада, скажем так, перекричала кожу, и кожа смотрится ровнее, идеально. Например, вы приехали на море, загораете, и у вас красное лицо. Если вы выберете футболку, блузу или купальник ярко-красного цвета, то на фоне вот этой футболки красного цвета ваше лицо будет смотреться бледнее, потому что из двух красных цветов этот цвет будет ярче. Но здесь есть нюанс. Этот цвет должен быть значительно ярче. Если у вас цвет вашей футболки или блузы будет такого же цвета, как и лицо, то тогда это будет усиление этого красного цвета, и вы будете все красным. Выбирая правильно цвет, можно откорректировать, например, желтизну белков, или желтизну зубов, или серые зубы, откорректировать красноту лица, откорректировать цвет волос. То есть, если хорошо понимаем, как работает цвет, и грамотно выбираем по лицу и в макияже, и в одежде, то вы всегда будете выглядеть прекрасно. Никто не застанет вас враспок. Что не наделала, все подходит. Что не выбрала из макияжа, ну все подходит. Почему это так работает? А это потому, что вы прекрасно знаете, как работает цвет. Конечно, это нужно изучать. То есть, это не рассказать, что, ну вот сейчас подберите вот эту помаду и все. Нужно понимать, что у цвета, помимо того, что есть оттенок, теплый или холодный, у цвета еще есть насыщенность. Например, он может быть очень глубокий, темный или высветленный. Вот, например, вот эта шкала, как вот здесь показано, это шкала светлоты. Что значит светлоты? Вот внизу самый темный, практически черный, а потом цвет как будто бы разбавляется, разбавляется и уходит до нежного голубого. Вот это называется параметр светлоты. Поэтому голубой цвет, он может быть, допустим, более сочный или выглянный. Или может быть голубой, насыщенный или глубокий. Глубокий, голубой, это будет уже синий. Ну, то есть, вот каждый цвет имеет параметр контрастность. Он может быть яркий, он может быть мягкий, светлый, глубокий, теплый или холодный. И когда вы понимаете, какой это цвет, вы сразу будете знать, как подобрать его к себе. Но для этого нужно, конечно же, немножечко пройти обучение. На моем канале я рассказываю про цвет, про цветоколорит. Так что подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео, приходите на обучение, и вы будете очень хорошо разбираться в цвете и правильно его подбирать. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok